А сейчас подойдем к картине, из-за которой мы единогласно решили посетить Национальную галерею еще раз. В прошлый раз мы были в Национальной галерее несколько лет назад. Когда представилась возможность еще раз посетить этот музей, сразу вспомнили про Гальбейна. Эта картина просто чудесна. Из-за нее одной можно посетить галерею. Она стоит этого. Гальбейн был художником немецкого происхождения, который большую часть своего времени проводил в Англии. На картине послы. Два богато одетых человека. Слева – французский посол в Лондоне, Жан де Дентивиль. Справа – французский посланник в Венеции, епископ Жорж де Сельф. Стоят перед высоким столом, загроможденным множеством предметов. Они намекают на их религиозные, интеллектуальные и художественные интересы. Надпись на кинжале показывает, что Жану де Дентивилю 29 лет. Епископ Жорж де Сельф опирается рукой на книгу, на которой написано, что ему уже 25 лет. Среди ключей к ассоциациям фигур – набор научных инструментов, включая два глобуса, один небесный, который на столе, и один земной, который внизу. Циферблат пастуха. Это тип солнечных часов, которые измеряют высоту солнца с помощью так называемой обратной тени. Он маленький и портативный. Он назван в честь перенейских пастухов, которые наносили такие солнечные часы на свои посохи. Этот тип солнечных часов был очень популярен в XVI и XVII веке. Квадрант. Это инструмент, используемый для измерения углов до 90 градусов. Различные версии этого прибора можно было использовать для вычисления различных показаний, таких как долгота, широта и время суток. Таркветум. Это астрономический инструмент, позволяющий производить измерения в различных системах небесных координат – горизонтальной, экваториальной и эклиптической. С его помощью можно также осуществлять переходы между этими координатными системами, так что Таркветум можно считать аналоговым вычислительным устройством. Был изобретен западно-арабским астрономом Джабиром Ибнафлахом в первой половине XII столетия. И многогранные солнечные часы. Многогранные солнечные часы, изображенные Гальбейном, представляют собой полигедрон – фигуру из двух усеченных квадратных пирамид, соединенных основаниями. У них восемь рабочих граней. Три из видимых циферблата показывают время, но, увы, оно разное. Наблюдательные исследователи отмечают, что это и неудивительно – часы не установлены по полуденной линии с юга на север, так что могут показывать все, что угодно. А также различные ткани. Один ковер чего стоит, написанный в мельчайших подробностях. Гальбейн был мастером, создавая свои картины в мельчайших подробностях. Его картины напоминают нам цветные фотографии в высоком разрешении. Но это не просто фотография, а некое повествование, рассказ художника. Картина посла имеет размеры, чуть больше, чем 2 на 2 метра. Напольная мозаика основана на дизайне вестминстерского аббатства. Картина была написана для Жана де Дентивилли и висела в его семейном доме в Полисе, Шампань. Полисий отмечен на глобусе. Не буду рассматривать небесный глобус, который стоял на столе. Так как там много вопросов, которые до сих пор разгадать до конца не могут. Но земной глобус интересно рассмотреть поподробнее. Перевернем изображение для лучшего осмотра. Полиси, Шампань, Откуда сам Жан де Дентивилли. Кстати, это он заплатил за работу над этой картиной художнику. Тартарии, и не одна. Их оказалось несколько. Показаны земли Ливонского ордена. Россия. И еще Россия. Неожиданно. Царство Московское. На территории России. Пруссия. Польша. Неожиданно Болгария находится на этом месте. Невидимая мне земля, Танаис. Был когда-то город-поселение, Танаис, в дельте реки Дон. Кремания, я не знаю, что это за государство. Нагай, что это, я тоже не знаю. Интересно, на сегодняшний день кто-то разгадал эти загадки. Напомню, эта картина была написана в 1533 году. Значение предметов на полках вызывает много споров. На полке лежит книга по арифметике. Приоткрытая на странице, связанной с арифметическим действием, деление. Музыкальный инструмент, лютня. У лютни оборвана струна. Играть на ней уже больше не получится. Порванная струна лютни символизирует раздор, возможно, политическую и религиозную дисгармонию в Европе во времена реформации. Открытый сборник церковных гимнов. С нотами уже лютеранского гимна. Футляр для флейт, в котором отсутствует одна флейта. Все это указывает на разделение церкви. Напомню. Формальным поводом для разрыва отношений Генриха VIII с папством стал в 1529 году отказ папы Климента VII признать незаконным брак Генриха с Екатериной Арагонской и соответственно, аннулировать его, чтобы тот смог жениться на Аниболейн. В такой ситуации король принял решение разорвать связь с апостольским престолом. В 1532 году парламент принял решение, запрещающее впредь обращение к папе по церковным делам. В январе 1533 года Генрих самовольно женился на Аниболейн. Папа римский Климент VII 11 июля 1533 года отлучил короля от церкви. А уже в следующем году Генрих был провозглашен главой церкви Англии. В это время Гальбейн и создавал свою картину. Картина была заказана молодым послом Жаном де Дентевиллем во знаменовании визита в Лондон его друга, епископа Жоржа де Селви. Двое мужчин находились в сложной и в конечном итоге неудачной дипломатической миссии, чтобы залечить разрыв между Генрихом VIII и римской церковью, отсюда и название картины. Послы в буйной эпидемии смертельных болезней, таких как чума, были обычным явлением. Сам Гальбейн умер от чумы в Лондоне в 1543 году. Самым значительным смертельным признаком послов является неразборчиво искаженный череп, который тянется через нижний центр картины. Он отчетливо виден, если смотреть на картину сбоку, а лучше лечь на пол. Но извините, я этого делать не стал. Моменто море. Что значит, помни о смерти. Такой же девиз и у Жана де Дентевилля. И если присмотреться, то на его головном уборе присутствует череп. Когда смотришь на череп, то остальное на картине представляется иллюзорным. Вся жизнь иллюзорна. Суета-сует. Вся наша жизнь – это суета. Только маленькую надежду дает Гальбейн в своей картине. Распятие Христа выглядывающее за материей, вверху слева. Таким образом, главная тема картины в том, что никакое материальное богатство, силы или образование не могут предотвратить неизбежную смерть. В этом случае, неизбежным было решение Генриха Восьмого создать свою собственную церковь. Я хочу сказать, что картина только в 1890 году оказалась в Национальной галерее. До этого она много раз продавалась и покупалась на различных аукционах. После приобретения картины Национальной галерей, было обнаружено, что картина находится в плохом состоянии. Деревянные доски, которые использовались для ее изготовления, в какой-то момент были разнесены, что нанесло значительный ущерб лакокрасочному покрытию. Картина была деформирована и выгнута наружу, в результате чего между досками образовались щели, которые были заполнены предыдущими реставраторами. Было нанесено большое количество лака, а шторы сильно перекрашены. Была проделана работа по исправлению повреждений, удалению результатов старых реставрационных работ, и повторному нанесению лака, в результате чего стали видны распятие, и детали медальона, который носил Данте Виль. Полностью реставрация картины была завершена в 1996 году. И сейчас любой желающий может увидеть ее, посетив Национальную галерею в Лондоне. А мы продолжаем осматривать чудесные картины далее. Если вам интересно, идемте вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова